Сайлент Хилл Вестибюль больницы Мария мертва, я не смог защитить её И снова я ничего не смог сделать, чтобы помочь Лора куда-то убежала Мэри, что? Что мне делать? Ты действительно ждёшь меня где-то? Или это ты так? Что нам нужно сделать в этой серии? Эта серия, возможно, получится недостаточно интересной, потому что в ней будет очень много беготни по городу Нам нужно попасть в парк Роузвота, где некий псих на прогулке закопал под статуей ключ от исторического общества Куда нам, собственно, и нужно Пока мы ходили по госпиталю В городе наступила ночь И что прекрасно, это то, что, хоть в городе и очень много монстров Также здесь появилось очень много различных ништячков Патронов, аптечек, лекарств Если очень тщательно всё обследовать, то можно очень сильно поживиться Заглянем во все переулки и нам нужно на улицу Сол Только так мы сможем попасть в другую часть города Откуда мы и начинали наше путешествие На улице тоже, как ни странно, появились медсёстры Видать, в больнице им стало тесно Так, аптечка Лечебный напиток Дорога, конечно же, перекрыта Ну, здесь также ещё что-то лежит Ампула И патроны для пистолета Так, кажется Кто-то решил меня догнать Убивать я практически никого не буду Зачем нам тратить патроны? Они нам ещё пригодятся Давайте взглянем на карту Улица Рэндал Нам нужно дальше Патроны Ещё патроны Кстати, заметьте, дают патроны для ружья Но у меня пока нет ружья И ещё патроны Давайте немножко обманем эту медсестру Ладно Давай быстрее Немножко её ограбили Так, здесь у нас стоянка Ничего интересного Фургончик Итак, мы уже почти добрались Осталось ещё немножечко пробежаться И здесь ещё кое-что лежит Да, снабжают нас по полной программе Вот видите Оказывается, хард не такой уж и хард Очень много Барахла Барахла Но, правда, есть В Саланхиле 2 одно местечко Где придётся очень сильно Попотеть И, возможно, там мне даже не хватит Всех тех патронов Которые я здесь сейчас успею насобирать Итак Нам нужно в историческое общество Которое Скрывает Тайны прошлого Этого города И ещё патроны Так, ну всё Я думаю Я думаю, что нам пора на улицу А, нет, ещё не всё Кому-то Под дверь принесли Две бутылочки молока Помните ту самую дверь На которой было написано Что она откроется Когда настанет тьма И вот этот момент наступил Тёмный переулок И сейчас мы находимся В некой перемычке В туннеле И как раз нам нужно сюда Где лежит письмо Какое-то письмо И ключ И опять Вместо Земли у нас Решётки Где-то мы уже это видели Но что самое интересное Что С другой стороны Этих решёток Ходят очень Странные монстры Так, ладно Сожрём аптечку Которые ещё умудряются Меня хватать за ноги Давайте быстренько Пробежим это место Теперь открыто Итак Здесь мы уже бывали Да Фургончик Можно забежать в него И Передохнуть Да Это тот самый Фургон Я буду ждать Тебя в баре Нилли Можно ещё разок Сохраниться В фургоне Здесь ничего нового Не появилось Но В бар Нилли Мы ещё раз Заскочим Обязательно Заскочим Ещё Две пачки Патронов В этот раз Для дробовика Давайте немножко Походим С дробовиком Но как назло Никого нет Ха Да шпальнуть Не в кого Дверь закрыта Так Здесь у нас Ещё что-то лежит Оу Кого-то я вижу Патроны И ещё патроны Вдалеке Виднеется Манекен Но пока Мы к нему Не подойдём Он Никак на нас Не реагирует Давайте Поддадим Ему дробью Как это сказать Подзад Ради разнообразия Он даже не упал Сволочь Так Здесь у нас Дорога перекрыта И давайте Глянем Давайте Давайте Ещё раз Забежим В бар К Нилле И рядом Кстати С счастливым Бургером По-моему Тоже появилось Много чего Интересного Туда мы Обязательно Тоже Заскочим Главное Смотреть Внимательно По сторонам Так Джеймс Тоже смотрит И даёт нам Подсказки Где что Лежит Желательно Конечно Обойти Все улицы Особенно Рядом С домами Магазин Суши Гоза Что у нас здесь Здесь у нас ничего Вдалеке кто-то шумит Ой Какая страшная картина Кого-то прокатали Так Там вдалеке Думаю Мне показалось Так вот Ещё одна бутылочка Ничемного снадобья И ещё одна бутылочка И здесь нас поджигает Медсестра Ну хватит уже Бегать от них Пора уже кого-нибудь Пристрелить И раздавить А то их что-то Слишком здесь Много расходилось Так Мы кажется Пробежали уже Барнили Но ничего страшного Сейчас мы Добежим до конца Этой улицы Развернёмся И обследуем Её другую сторону Потому что здесь Очень много Полезных вещей Так Всё Мы дошли до конца Этой улицы Пора Бежать На другую сторону Здесь нас Жидает Очередная Медсестра Но С первого раза Не понимает Так Блин Перепутал кнопку Как обычно Давай перезарядим Нашу берданку И посмотрим Что у нас С этой стороны Заодно Посмотрим Какие тут Достопримечательности Есть В этой части города Магазины Возможно Найдём Что-нибудь Интересное Так Ну да Это уже есть Барнили Здесь раньше Лежала карта И надпись Здесь была дыра Теперь она пропала Но Здесь также Появилась Ещё и Другая Надпись Если ты действительно Хочешь увидеться С Мэри Ты просто Должен Умереть Но ты можешь Попасть не туда Где оказалась Мэри Джеймс Очень странно Как будто Кто-то К нам Обращается Мне просто Нужно Умереть Ну в принципе Это вполне Логично Если Мэри Уже Мертва Но что может Означать Что я попаду Немножко не в то место Возможно Мэри Попала В рай А нам Туда не суждено Попасть Либо Либо наоборот Давайте я До конца Добегу Эту улицу И потом Забегу В Хэппибургер Так Здесь у нас Проход Как ни странно Закрыт Раньше Решетки Здесь не было Здесь У нас Ничего Оу Там что-то Явно лежит Роны Давай Быстрее Бери Неторопливая Ты задница Так К сожалению Последние ролики По Саундхилу Набирают Не так много Просмотров И На них Не так много Активности Похоже Саундхил Уже Людям Приелся И Что-то Я сомневаюсь Что уже Будет У нас Третья часть Прохождение Третьей части К сожалению Возможно На второй Нам придется Остановиться Так Здесь еще Одни патроны Для ружья Ну посмотрим Посмотрим Ребят Все зависит От вас Больше Лайкайте Комментируйте Все это Помогает Видеороликам Развиваться Хотя Конечно Куда-то Прорваться В какие-то Топы Моим роликам Уже не суждено Так как Уже Время Саундхила Прошло И Все уже Посмотрели Ну Я все-таки Пытаюсь Сделать Свои Прохождения В какой-то Степени Уникальными Итак Мы Пробежали Улицу Вдоль и Поперек Улицу Сандерс Единственное Куда еще Наверное Стоит Забежать Перед тем Как идти За Письмом И ключом Это Добежать До Цветочного Магазина По-моему Там тоже Кое-что Появилось Нам нужно Там будет Обязательно Заглянуть Здесь у нас Дама С собачкой Так И вот он Наш Цветочный Магазин И да Здесь Появились У нас Патроны Так И еще Джеймс Куда-то Смотрит А Еще Даже Что-то Лежит Ну Снабжает Тут Конечно По-крупному Как будто К чему-то Дадут Очень страшно Так И давайте Добежим До конца Здесь Ничего Интересного Все Так же Совочки Горшки С этой Стороны Тоже Голяк Только Одни Манекены В ночи Ну Что ж Я думаю Нам Пора Идти Забирать Наш Ключ И Письмо Кругом Манекены Так Где-то С этой Стороны Здесь А Ну Вот Камера Нам Подсказывает Я Взял Гаечный Ключ И Письмо Или Быть Может Вы Просто Дурак Правда Обычно Предает Людей Часть Этой Бездны В Старом Историческом Обществе Города Ключ и музей был закрыт теперь никто не смеет даже приближаться к этому месту если ты все еще не хочешь остановиться джеймс я молю господа не спослать тебе благодать и пощадить твою бессмертную душу какого черта похоже эта записка доктора но она обращена именно к нам что здесь творится ох юмой опять прыгающие манекены нам нужно в парк методично проверять все улицы давайте пройдем эту улицу до конца здесь что-то лежит и кстати можно вернуться к тому самому месту где мы убили перо монстра и взяли палку этот самый памятник мы его уже читали и возможно здесь что-то еще есть здесь у нас провал провал давайте обследуем другую сторону и исходим так сходим сюда потом обследуем эту улицу до конца здесь можно сохраниться но мы не будем этого делать не так давно сохранялись здесь ничего интересного давайте посмотрим но как ни странно дверь кто-то опечатал кто это мог быть я не могу открыть дверь дверь опечатана причем полицейской лентой неужели там произошло убийство какого черта этот город заброшен кто это мог сделать возможно там кто-то убил человека патроны похоже больше здесь ничего нет так мы уже по-моему даже забежали слишком далеко а нет еще немножко до перекрестка и побежим обратно кто-то здесь шуршит ух ты врезался в машину все бежим нам осталось не так много на самом деле так сюда мы уже добежали нам нужно нам осталось проверить улицу кац и в принципе все теперь нам не нужно идти через апартаменты вудсайд так как дверь в конце улицы кац будет открыта немножко отдышимся кстати я тут для себя сделал открытие потому что я не так давно тут играл в третью часть сайлент хилла и там есть возможность отобразить строку жизни но оказывается помимо строки жизни есть еще строка выносливости и я постоянно недоумевал еще в первой части почему иногда монстры сносят очень много жизни а иногда главный герой может выстоять про после нескольких ударов и только после этого у него загорится крестик оказывается есть еще одна строка помимо жизни она называется выносливость и чем меньше выносливость у вашего главного героя тем больше он получает повреждений соответственно если долго бегать и после этого получить по голове то и урон будет выше оказывается вот оно как тут все построено сколько играл салон хилл даже раньше и не подозревал об этом то есть вот как раз для этих целей нужна ампула ампула позволяет главному герою не так быстро уставать если ее сожрать но ампул не так много то есть она помимо того что восстанавливает жизнь она еще и восстанавливает выносливость и не дает выносливости очень быстро заканчиваться итак здесь у нас еще патроны и учебное средство давайте проверим эту улицу тоже и похоже эта формула используется практически во всех частях салон хилла по крайней мере в первых трех точно а в четвертой я точно не могу сказать ну скорее всего там тоже сестра у меня нет на вас времени я так тут уже очень долго бегаю так здесь раньше лежали патроны с аптечкой теперь тут не чертает так ну все финишная прямая осталось добежать до дверей я уже наверное вас утомил своей беготней да и сам я уже утомился да вот таким вот незатейливым образом там разработчики немножечко пытались наверное затянуть прохождение кстати если попробовать зайти ха похоже замок сломан я не могу открыть его отлично так и вот как раз эта надпись дверь что оживает во тьме ведет в ночные кошмары и теперь она открыта что дает нам быстрый доступ к другой части города вот так бы в прошлый раз ну давайте еще раз попробуем здесь все быстренько отбежать здесь не так много попробую сделать это ух ты успел попробую сделать это максимально быстро так здесь кажется что-то лежит так отлично я уже не считаю что я там подбираю пузыри и патроны уже настолько много всего я насобирал что мне кажется что уже наверное хватит но здесь конца улицы наверняка что лежит не надеюсь что не зря я сюда так долго бежал так вот в этом закутке явно что-то должно быть да это ампула полезная вещь пробежим еще по этой стороне бум звук как будто об железяк ударился хотя вроде как врезался в дерево так так на лестнице вроде ничего дама нас не приметила да без марии как-то тебе скучно потеряли намашку к сожалению хоть она мне постоянно не мешалась но с ней как то было все равно веселее так можно в принципе и забежать в отель и там тоже можно сохраниться и возможно там появились какие-нибудь предметы так стоп я похоже я уже пробежал отель отель джека но здесь есть еще один вход так здесь ничего не виднеется ну давайте сохранимся а то мало ли вдруг кто-нибудь меня убьет и придется начинать все заново что бы очень сильно не хотелось так нам нужен парк где-то здесь у нас вход да вот он парк rosewater дама не мешайте мне подойти к патронам кто-то там пишет сзади меня мои поклонницы здесь у нас ничего так теперь бы еще вспомнить где эта статуя была о ампула так статуя дженнифер кэррол нам нужна статуя молящейся женщины так а я кажется что то путаю по моему она была не здесь ну ладно давайте пробежимся и посмотрим возможно здесь положили еще пару пачек патронов хотя у меня такое ощущение что я уже скоро буду перегружен от огромного количества амуниции да здесь еще патроны патроны для дробовика и еще патроны для дробовика так ну теперь я думаю холодное оружие нам совсем уже не нужно так как мы набрали столько патронов давайте посмотрим 118 патронов к дробовику это жесть 160 патронов к пистолету и ну кружью к сожалению всего лишь 20 видать просто их очень мало дают так а да дженнифер кэролл в другой части это статуя честеру который погиб в гражданской войне да сайлент хилл очень давно пережил гражданскую войну и не только так же в городе происходили различные болезни от которых умирало очень много людей в связи с чем даже здесь установили памятник 67 погибшим но почему скидывали в озеро где наша кэролл вот она не так то просто тебя было найти жертва преследования крестьянами дженнифер кэролл жила в честь и гордость и то что произошло здесь не будет забыто что здесь могло произойти и давайте раскопаем в в в в в в Маленькая металлическая коробка стянута болтами. Я не могу открыть крышку. Но у нас есть для этого гаечный ключ. Я использовал гаечный ключ. Старый бронзовый ключ. Выглядит как старинный бронзовый ключ. Был спрятан за одной из статуи, стоящих в парке. Да, это тот самый ключ, который нам нужен для того, чтобы попасть в историческое общество. Итак, Дженнифер Кэрролл. Что же здесь с ней произошло? Что не будет забыто. И многие фанаты считают, что именно здесь ее убили крестьяне. А тело ее скинули в озеро. Именно поэтому этот парк и называется Роуз-Вотер. Так, я правильно иду. Постоянно плутаю в этом парке. Да, именно поэтому этот парк называется Роуз-Вотер. Потому что считается, что после того, как Дженнифер Кэрролл сбросили в воду, вода обрела розовый цвет. Но опять же, в основном это только догадки фанатов. Нигде, по-моему, официально прямо об этом не было написано. Хотя есть некоторые намеки на это. Опять же, даже те самые записки, которые мы находили в больнице Брукхевен, там где один псих писал, она ангел. Вы не сможете пройти некий мост. На самом деле, имелось в виду озеро. И грешники, которые попробуют пересечь озеро, утонут под тяжестью своих грехов. А вообще, озеро Талука очень опасное место. Особенно, если учесть то, что туда сбросили 67 тел. И в прошлом прохождении, кстати, в прошлой серии, я еще очень удивился, когда прочитал одну из записок про кольцо. Там писалось, как будто бы, от лица женщины. Но, скорее всего, это ошибка переводчика. Какой бы ни был это хороший перевод, скорее всего, переводчик ошибся. Ну, потому что, как бы, речь шла о кольце, и переводчик ненароком подумал, что, скорее всего, это писала женщина. На самом деле, куда я бегу? Мне кажется, я уже пробежал. Ну, ладно. Раз уж я пробежал, давайте добежим до конца этой дороги. Скорее всего, это писала не женщина, так как в больнице Брукхэвен мы находим записки. Записки только трех, тех трех пациентов, о которых писал доктор. И никакой женщины там быть не могло. И наверняка многие знают, что в английском языке очень сложно понять по записке, кто это писал. Если в русском вы можете написать «Я потеряла кольцо», то в английском это будет звучать как «I lost the ring», что может означать «как и я потерял, и я потеряла». Поэтому однозначно перевести эту записку нельзя было именно от женского лица. И скорее всего, это писал мужчина все-таки, а не женщина. Итак. Здание исторического общества. И что же такого страшного здесь скрыто? Это в некотором роде музей. И здесь нужно быть очень внимательными. Замок сломан. Так. Этот журнал почитать нельзя. Да. Вандалы здесь постарались. Все сломано. Многие вещи украдены. Но кое-что все-таки осталось. Итак. Давайте по порядку. Что у нас здесь? Здесь очень сложно разглядеть, что это. Но, опять же, некоторые считают, что это команда разработчиков в Silent Hill. Но это может быть все что угодно. Вплоть до того, что это какие-то особые люди, возможно, основатели города. Но Джеймс не дает никакого комментария по этому поводу. Возможно, здесь раньше висела картина. Остался только след и надпись. Прибрежный пейзаж. Алан Смит. Дата рождения и смерти неизвестна. Пейзаж этого места в прошлом, судя по стилю, был написан примерно в 1820 году. Из этого можно сделать вывод, что город Silent Hill уже очень старый город. 1820 год. Тогда было гораздо меньше жителей и всего несколько зданий. Но в 1820 году город уже существовал. И только посмотрите на эту картину. Ничего она вам не напоминает. Да, это наш старый друг Пайрамид Хэт. Который, похоже, находится среди трупов в клетках, которых он казнил. туманный день. Руины после суда. Это он. Это он. Это он. Тот самый. Что здесь? Здесь висит фотография. Угольная шахта Вильце. Похоже, раньше в городе была угольная шахта. Интересно. Что вот это за картина? Ну, Джеймс никак не реагирует на нее. Ладно. Пройдем дальше. Почему ты не хочешь это читать? Не читает. Здесь не написано ничего интересного. На фотографии нет ничего особенного. Опять же, какая-то группа людей. Возможно, это шахтеры. Здесь висит фотография. Госпиталь Брукхевен. Основан в 1880 году. Этот госпиталь был построен во время эпидемии чумы, которая последовала в эту местность за волной эмиграции. Поначалу он был чуть больше хижины, но постепенно разрастался и достраивался. Эпидемии чумы. Что за эпидемия чумы? Не та ли эпидемия унесла 67 жизней. Но что очень странно, если бы это была настоящая чума, то кто бы стал сбрасывать тогда тела в озеро? Фотография директора старого госпиталя Брукхевен. По-видимому, он был известным и важным человеком в городе. Возможно, эта чума была не такой уж и обычной, особенно учитывая то, что госпиталь Брукхевен являлся, можно сказать, психбольницей, психлечебницей. Здесь есть фотография очень глубокой ямы. Что бы это могло быть? Хм. Яма? Что за гудок? Как будто кто-то нас зовет. А здесь, похоже, что-то разбили и своровали. Возможно, что-то очень ценное. И, похоже, мы куда-то погружаемся очень и очень глубоко. Гудки становятся чаще. Что это за место? Если судить по тому, сколько мы бежали, такое ощущение, что мы спустились куда-то глубоко под землю. Здесь лежит какой-то документ. 11 сентября 1820 года. Тюремный номер С-221. Я не могу прочитать дальше, что это. Тюремный номер. Похоже, это тюрьма. Найдена аптечка. И, похоже, тут больше ничего нет. Черт. Это действительно похоже на тюрьму. Мне не жалко патронов. У меня нет карты этой местности. Черт, замок сломан. Не подходи ко мне. У меня очень опасен. Опять эти жуки. Черт, жуки. Ненавижу жуков. Тупик. Где ты, сволочь? Где ты скрипишь? Патроны. Что за писк? Здесь висит фотография. Тюремный лагерь Талука. Построен во время гражданской войны. Позже стал тюрьмой Талука. Тюремный лагерь, построенный во время гражданской войны. Здесь висит фотография. Смерть через сожжение на кол. Казнь в тюрьме. Смерть на колу или через повешение. Возможность выбрать смерть является последним желанием заключенного. Неужели кто-то мог избрать смерть на колу? По-моему, повешение более безболезненное. Ну, конечно, не мне судить. Здесь висит картина Багрово-белый пир в честь богов. И, судя по всему, на этой картине также изображены палачи. Только на головах у них не совсем железная пирамида, а как бы короче куклу с клан какой-то. Судя по всему, в тюрьме Талука практиковались казни. Казни заключенных. Вон это свозь, бигит. Что это? Дыра? В дыре темно, я ничего не могу разглядеть. Спрыгнуть вниз? Спрыгнуть